В компании обязательно должен работать специалист по обеспечению информационной безопасности предприятия, либо должен быть аутсорсинг информационной безопасности. Аутсорсинг, он тут даже, наверное, в разы выгоднее, да, потому что, во-первых, вам не надо, руководителям организации не надо, скажем так, тратиться на обучение специалиста, ему не надо платить зарплату, отчислять налоги, то есть по большому счету ведь выплаты заработной платы это примерно в два раза еще за сотрудника каждого еще и налоги тут платят. То есть, поэтому привлечение именно, скажем так, аутсорсинга информационной безопасности, да, то есть специализированных предприятий для этой деятельности, это, наверное, наиболее оптимальный вариант. Следующий момент. Необходимо все-таки исключить прямой физический доступ в занимаемое помещение. Должна быть ограничена свобода несанкционированного физического проникновения в организацию. То есть у предпринимателя не должно быть свободного перемещения посторонних лиц по занимаемым помещениям. Безусловно, хоть к антивирусу я отношусь достаточно скептически, но на каждом ПВМе данное антивирусное обеспечение должно присутствовать. Причем оно должно быть лицензионным, причем оно должно быть ориентировано на автоматическое обновление. Значит, тут почему вот так, как я говорю, да, вроде я вам в середине выступления примерно обозначил, что это вроде тоже наличие уязвимости, но скажу так, что те программные коды вредоносных продуктов, которые предлагаются, да, и продаются в интернете, они достаточно недороги, но они в большинстве своем, скажем так, выявляются антивирусными решениями. То есть и те дилетанты, те новички, хакеры, которые, может быть, себя считают уже профессионалами, используя данные программные коды, по большому счету не смогут проникнуть в организацию, потому что антивирусные решения, они уже знают о наличии такого кода. Другую угрозу представляет это у нас вновь созданная вредоносная программа, которая, ну, не знаю, от часа до десяти дней, отруду которым, да, с момента создания, вот, их злоумышленники уже когда применяют, значит, антивирусная программа, они их не знают, значит, и это так называемый инцидент нулевого дня, значит, и спустя лишь определенный промежуток времени разработчики и, скажем так, программисты антивирусных компаний уже когда выявляют данные вредонос в различных сферах, они уже его берут, значит, используя принципы реверсного программирования, значит, раскладывают его на составляющие, выявляют какие-то индивидуальные признаки и включают данный программный код уже как опасный, то есть антивирусник начинает на него сработать. Но на протяжении определенного начального периода времени этот вредонос не определяется, поэтому к антивирусникам я отношусь так достаточно скептически. Следующий момент, который я хотел бы рекомендовать, то, что бухгалтера и руководители предприятия ни в коем случае не должны оставлять в компьютерах флеш-накопители с электронными цифровыми подписями. То есть принцип такой, ставил флешку, поработал, флешку вытащил. И вообще неплохо, если, например, процесс осуществления онлайн-переводов и осуществления платежей на предприятии будет систематизирован. Положим, с 9 до 10 утра каждого дня. Все, больше к этому вопросу не возвращаться. И ни в коем случае не копировать данные электронного ключа на компьютер в целях удобства общения. Да, ну здорово же скопировал, ставил, мушкой выделил тут вроде как это. Вот, это тоже необходимо исключить. Значит, безусловно, исключить наличие стикеров с паролями и логинами, наклеиваемые на монитору. Это тоже, ну, абсолютная глупость. Более того, их еще и на стену клеят иногда. То есть, даже тот совершенно чуждый и чужой для предприятия, например, клиент, который пришел с желанием купить какой-то товар, просто-напросто визуально может запомнить тот логин и пароль, который наклеен на стене. Ну, что ж он будет с ним дальше делать, это уже никому неизвестно. Но, тем не менее, возможность его использования, она у него будет. Так, что еще я могу вам сказать? Ну, конечно, здесь можно, многие в своей деятельности после компьютерных инцидентов возвращались к осуществлению бумажных переводов, бумажных электронных платежей, да, то есть, начинали работать по старинке, но, конечно, в современных реалиях это не вариант. То есть, когда все у нас, грубо говоря, будут летать там на ракетах, это предприятие будет ехать на паровозе там стопочной, не знаю, стопочной энергией какой-то. Значит, попрошу тоже, как бы, довести до того, что предприниматели и руководители, чтобы понимали, что специалисты IT – это не специалисты по информационной безопасности. Для IT-шников необходимо лишь бесперебойное функционирование их устройств, вот, и они, по большому счету, не ориентированы на обеспечение информационной защищенности активов в предприятии. У них задача другая. Продолжение следует...